МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В эфире 12-го канала новости в студии Никита Гайдаш. Ложная тревога. Сообщение о минировании оказалось фейком. В Кировском суде в эти минуты выносят приговор экс-полицейскому за пьяное ДТП. В новой арене новая развязка. Покажем, как преображается территория устроящегося спорткомплекса на Левобережье. Хотел заработать на айфон, а в итоге отправиться за решетку. В Омске задержали наркокурьера-школьника. Не пройти, не проехать. А мечи рискуют жизнью из-за соседа, который устроил свалку посреди пешеходной зоны. И не работа, а произведение искусства. Как звучит завод, в Омске презентовали уникальный музыкальный альбом. Тревога оказалась ложной. С началом заседаний в Кировском суде сегодня пришлось повременить. Сотрудникам поступило сообщение о минировании здания. Из-за этого в том числе оказался отсроченный приговор экс-полицейскому Николаю Старцеву, виновнику ДТП на пересечении улиц Конева и Третьей Енисейской. Спустя несколько часов удалось выяснить. Сообщение о минировании – очередная злая шутка. Процессы в суде возобновили. Николай Старцев уже выступил с последним словом. Скоро ему начнут зачитывать приговор. Подробности уголовного дела напомнит Ангелина Рунова. Прямо сейчас мы находимся перед зданием Кировского суда, где буквально через несколько минут начнут зачитывать приговор по одному из самых громких уголовных дел последнего времени. Речь идет о приговоре в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Николая Старцева, который устроил жесткую аварию на съезде с метром моста с Мерседесом и покинул место ДТП. Авария, я напомню, произошла почти год назад на левом берегу на съезде с метром моста на перекрестке улиц Конева и Третьей Енисейской. По версии следствия, Николай Старцев был пьян, сел за руль Мерседеса и попытался проскочить перекресток на Красный. Итогом маневра стало жесткое столкновение с такси. Ниссан развернулся поперек магистрали. Серьезно пострадали его пассажирка и водитель. Мужчину с серьезными многочисленными переломами увезли в больницу. Николай Старцев вместе с попутчиками покинул место ДТП. Однако после задержания отрицал все обвинения в свою сторону. Уверял, что в день аварии не пил и якобы не садился за руль. И тем не менее свидетели происшествия, как и сами попутчики обвиняемого, выдали обличающие показания и точно указали, что именно Старцев сидел за рулем. На его вину указывал и тот факт, что люксовый автомобиль оформлен на близких родственников Николая Старцева. Тогда опозоренного полицейского разжаловали с него, сняли погоны, и он стал фигурантом уголовного дела. Однако в начале июля появилась информация о том, что потерпевшие обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку Старцев полностью возместил ущерб, компенсировал моральные страдания потерпевших и также оплатил траты на лечение. Однако прокурор не согласилась с таким потенциальным исходом и запросила для Николая Старцева 3 года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Каким будет вердикт, узнаем уже через несколько минут. Ангелина Рунова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. До сентября успеют. На трех участках новой G-Drive-арены развернуты масштабные работы по благоустройству прилегающей территории. Строители трудятся круглосуточно. Задействовано больше 300 специалистов. Преображение пространства вокруг ледовой площадки ведется по проекту формирования комфортной городской среды. На это выделено больше 800 миллионов рублей. Контракты подрядчиками заканчиваются 31 августа. К этому времени они должны смонтировать линии наружного освещения, проложить ливневку, обустроить велодорожки и тротуары с тактильной плиткой, поставить скамейки, высадить деревья и отрамонтировать магистрали. Дублер Лукашевича, улицы Шаронова и Крупской. Работы по благоустройству выполняются уже и обустройство газонной части, мощение идет. В данный момент еще запланированы работы по покрытию верхнему асфальтобетонному покрытию. Хочу напомнить, что сроки, установленные к сентябрю, работы должны завершиться. Кроме этого, рядом с новой ареной появятся две парковки. Одна из них платная вблизи спорткомплекса. Вторая в границах улицы Шаронова. Здесь предусмотрено 500 бесплатных мест. Приближается к допандемийным показателям. В первом полугодии пассажиропоток Омского аэропорта составил 653 тысячи человек. И это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, воздушная гавань вернулась к показателям 2019-го, когда еще не было никаких ограничений на перелеты. Всего же за первые 7 месяцев 2022-го услугами авиаперевозчиков воспользовались 850 тысяч пассажиров. Подавляющее большинство из них покупали билеты на внутренние рейсы. Добавлю, что сейчас отправиться самолетом из Омска можно не только по самым популярным направлениям. В Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Ну и в Красноярск, Новосибирск, Кемерово и Екатеринбург. Из зарубежных маршрутов доступна Турция, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Не пройти, не проехать. В Ленинском округе Амич перегородил одну из пешеходных зон строительными материалами. Почти год назад мужчина собрался возводить дом, но до сих пор на участке только фундамент. Все это время соседи вынуждены ходить по проезжей части. Люди не только вязнут в грязи, но и рискуют оказаться под колесами автомобиля. Как заставить нарушителя привести в порядок общественную территорию, выяснял Константин Лондон. Жильцы домов на улице Горького вынуждены лавировать между бетонными плитами, блоками и гарами щебня. Почти год назад сосед развернул на своем участке большое строительство. А стройматериалы почему-то складировал на общественной территории, перегородив пешеходную зону. Добираться до остановки или магазина местным жителям приходится прямо по проезжей части, рискуя жизнью. Дождь делает эту миссию практически невыполнимой. Грунтовку размывает, приходится передвигаться по грязи. Просьбы соседей очистить участок владелец стройматериалов игнорирует. Да, ему что говорит, что не говорит, бесполезно. Он сам себе на уме и никого не слушает. Не оказалось владельца стройматериалов на месте и во время визита сотрудников департамента контроля. Новая структура создана в администрации Омска в апреле этого года. Специалисты ведомства должны отслеживать нарушения правил благоустройства и соблюдения порядка на городских улицах. Как выяснилось, на улице Горького их немало. Согласно решению Омского городского совета под номером 45, складирование строительных материалов на общественной территории запрещено. Сотрудник департамента контроля фиксирует нарушения. Будут в настоящее время подготавливаться запросы о том, кто является собственником земельного участка. В конкретном случае примыкающего к индивидуальному жилому дому в непонятном пока что состоянии. И соответственно будет по требованиям кодекса об административных правонарушениях данное лицо извещено о том, что у него имеется нарушение. Виновнику грозит штраф до 4000 рублей. Если в течение 10 дней после вступления решения об административном правонарушении в силу хозяин не оплатит штраф и не уберет стройматериалы, сотрудники департамента контроля могут вновь составлять акт. Повторный штраф составит уже 5000 рублей. А злостным неплательщикам займется служба судебных приставов. Константин Лондон, Павел Манжос, 12 канал. На пострадавших от шелкопряды деревьях появились листья. Об этом сообщили в Главном управлении лесного хозяйства. Березы и осины зазеленели и восстанавливаются после нашествия гусениц. В этом году насекомые облюбовали зеленые зоны сразу в нескольких районах. Чтобы избавиться от вредителей, обработку специальным препаратом провели в Аконечниково, Кормиловке, Черлаке и Калачинске. По словам экспертов, подобные нашествия повторяются в регионе каждые 5-8 лет. Способствуют этому относительно теплые зимы и ранняя весна. В ближайшее время должны будут провести обследование лесов, чтобы наметить участки, требующие обработки от непарного шелкопряда в 2023 году. Ни нового телефона, ни свободы. В поселке Северный силовики задержали 17-летнего школьника. Парни-оперативники поймали с поличным, когда тот забирал запрещенные вещества из тайника закладки. В 60 свертках обнаружили подозрительный порошок, который, как позже показала экспертиза, является наркотиком, производным от мефедрона. Общий вес нелегального товара составил больше 30 граммов. Свертки. Перемотаны изоляционные ленты черного цвета. Красного и черного. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 5, 3, 6, 3, 7, 5, 3, 7, 4, 3, 7, 40 штук. Оказалось розничным курьером-закладчиком. Школьник работает уже третий месяц. Рекламу с предложением легко и быстро подзаработать увидел в социальной сети. И поддался в теневой бизнес, чтобы покупать дорогие гаджеты. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере парню грозит до 20 лет тюрьмы. Новый кванториум в Омске откроется уже 1 сентября. Образовательное пространство обустраивает на базе школы номер 151. Здесь ведут ремонт помещений. Технопарк в городе станет вторым по счету. Подобный уже около года работает в 77-й школе. Новая площадка будет оснащена высокотехнологичным оборудованием. Совсем скоро сюда привезут паяльную станцию, фотокамеру, лазерный дальномер и металлообрабатывающий станок. Кроме того, на базе кванториума будут реализовывать и дополнительные общеобразовательные программы. А также организуют кружки и секции. Омские яхтсмены сегодня завершают масштабный парусный поход. Путешествия посвятили сразу двум юбилеям. 200-летию Омской области и 145-летию регионального отделения Российского географического общества. В поход отправились три экипажа, в том числе и легендарная яхта «Сибирь» во главе с Сергеем Щербаковым. Почти за месяц команды преодолели около 2000 километров. Прошли через всю Омскую область от южной границы региона до северной. В пути у яхтсменов было 20 остановок в городах и поселках. Здесь они встречались с местными жителями и школьниками, делились своими путевыми заметками. Встречать спортсменов будут сегодня в 12 часов на причале парка «Зеленый остров». Показали, как звучит и разговаривает завод. В Омске презентовали уникальный музыкальный альбом, треки которого записывали прямо на одном из предприятий города. Музыку составили из шумов компрессоров, звона лабораторной посуды, записали и то, как работают измерительные приборы, а также диалоги сотрудников завода «Палеом». Все это сопроводили звучанием музыкальных инструментов. Свою партию исполнила и солистка Омского музыкального театра Ирина Ройс. Таким образом, как рассказали авторы, они попытались передать сердцебиение многотонных машин, которые обретают жизнь лишь при участии человека. Музыкальный альбом, записанный на предприятии, это вклад в бренд региона. Проект стал своеобразным дополнением к выставке «Фабрика смыслов», расположенной в подземном переходе у библиотеки имени Пушкина. Она посвящена промышленности региона. Вот этот альбом, он позволяет взглянуть на выставку немножечко с другой стороны и сделать ее более объемной. Очень многие амичи, живя в нашем городе, не бывали на производстве никогда. А здесь, через музыкальный альбом, у них есть возможность не только посмотреть, но и услышать, как работает производство. Очень интересное сочетание различных фактур, которое превратилось в действительно классный, интересный альбом. Молодежный, технологичный, современный. Первый кубковый матч межсезонья. «Авангард» сегодня начнет выступление на предсезонном турнире «Сочи Хокки Оупен». Первым соперником нашей команды станет Олимпийская сборная России. Кроме этого, ястребам предстоит сыграть с Минским «Динамо», Дальневосточным «Адмиралом», «Скай Санкт-Петербурга» и хозяевами турнира «Хоккосочи». Главный тренер «Амичей» Дмитрий Рибыкин включил состав на турнир три десятка игроков. Вместе с «Авангардом» на «Сочи Хокки Оупен» отправились и игроки «Омских крыльев» Сергей Алхимов и Семен Асташевский, а также новички Рид Буше, Алекс Бродхёрст и Кристиан Ярош. Канадский легионер команды «Корбен Найт» присоединится к «Авангарду» уже в Сочи. Все матчи с участием нашей команды можно будет посмотреть в прямом эфире в официальной группе «Хоккосочи» ВКонтакте. Начало встречи против сборной России в 15 часов по омскому времени. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня 3 августа в Омске ясно. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла. В районах также ясно. Дневная температура составит 21-23 градуса выше нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова